Что? Вы думаете, что вы в Москве? А вы думаете, я где? Самые знаменитые ленинградские квартиры получат самарскую прописку. Интерьер, в котором происходит действие фильма, планируется создать в доме-музее Ильдара Рязанова. Правда, не на 3-й улице строителей 25, а на Фрунзе 120, где в годы войны будущий режиссер жил в эвакуации. Но это пока только планы. А уже в этом году, 11 декабря, будет открыт сам музей. В экспозиции, посвященной детству Рязанова, воссоздадут интерьер военного времени. У нас будет шкаф, о котором он вспоминал, который перегораживал комнату. Это небольшая комната, она была перегорожена пополам. В одной части жила тетя, во второй части жил он, его малолетний брат и его мама. Есть этажерки, есть кресла. Мы можем действительно восстановить атмосферу той эпохи. Вдовакин режиссер Эмма Абайдулина предоставит фотографии, личные вещи, предметы быта. Музей еще только создается, а туркомпания уже интересуется проектом, чтобы включить его в путеводитель. Все должно быть сделано на высшем уровне, включая сквер во дворе. Его центром станет памятник, который должен быть доставлен в Самару ко дню города. Наши специалисты сделают расчет и выполнят все подготовительные работы. Также попрошу вас при разговоре со скульптором, значит, все-таки выразить наше пожелание к дню города, чтобы мы могли успеть это сделать. И спланировать таким образом, чтобы все было выполнено в срок хорошим качеством. Понятно, мы зависим от памятника, от ряда объективных причин, но все, что зависит от нашей воли, от наших возможностей, это надо выполнить. Сейчас в здании будущего музея идут реставрационные работы, чтобы каждый смог побывать в новогодней сказке в квартире Наде Шевелевой и произнести самую известную в Советском Союзе фразу. Мы пошли в баню с легким паром. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Продолжение следует...